Было несколько моментов, когда сидишь и просто сердце говорит Я пошел, я ухожу, а ты сидишь и такой, ну здрасте, приехали Полный аврал и непонимание, как делать, что делать дальше Все, надо заканчивать, все, ребята, уходим, но нельзя Потому что это похоже на автостоп Вот ты стоишь уже, откуда ты уехал, от города И ты такой, стоишь час, а машин нет И ты такой, ааа, что делать? Вот это свой палец, голосишь, голосишь И вроде бы, вот, машины, и садись, а тебя никто не берет И ты думаешь, а может быть назад? Но назад уже нельзя Есть только вперед и только надежда Да, эта тема у меня родилась далеко не сразу Наверное, года три назад Ну два точно Меня стали занимать вопрос изобразительного искусства В частности, современного изобразительного искусства Почему оно такое, какое оно есть Такое странное, казалось бы, непонятное Такое все из себя мрачное в основном Во многом В истории для меня важна некая документальность изначальных фактов То есть перед тем, как начать какую-то игровую историю Нужно сначала погрузиться, насколько ты можешь в этот мир Изучить максимально доступные тебе знания И то есть у меня был вот прообраз художника От него я узнал много, как индустрия выглядит со стороны Не верхов, где в основном все пишут А именно низов художников, которых не так много Они этим делятся Он мне много рассказал, как работает кураторство И что-то из этого я сам стал нарывать Как это все работает Почему оно работает так, а не иначе И это некая такая компиляция Из моей потребности и моего опыта изучения И какая-то, может быть, как все авторы закладывают Все равно свой опыт, какую-то аллегорию на свою жизнь Так и вот компиляция из той информации Которую я смог надыбать и узнать И об этом удивительном мире изобразительного искусства Каким бы оно ни было Поэтому я думаю, я попал Все, это будет просто бомба Это будет очень круто Он будет просто сделает Будет огромный вишний на торте Сняли пробы Проходит полдня И он ночью пишет продюсеру А я что-то передумал Я что-то не хочу Опять я просто думаю, что делать сейчас Опять весь кинолифт Опять всем переписываем Опять всех ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Следующие пробы Еще пробы, еще пробы Вообще не то Ну то есть, да, интересные ребята Но не яркие, не выразительные А там нужен прям такой Уф У них получился очень интересный тандем У главного, такого более драматического Александра Наша Саша, это главный герой Второстепенный, это тоже Александр Лютер Более, все-таки выглядит немножко Некоторые его реакции Может быть комично Но в целом они создают Такой интересный дуэт За которым, как мне кажется Интересно наблюдать Да не трогайте смех Все Давайте просто, просто продолжим У меня просто почувствуйте энергию Просто мою энергию почувствуйте Хорошо Я хочу, чтобы мы соединились Клопушку в кадр Вообще у нас была очень дружная команда Как мне показалось И это было очень приятно Потому что у нас не было никаких скандалов Ничего Никто-то что-то не поделил Нет, все очень было дружно Позитивно и весело Да, еще изначально О ком я вообще не думал Это гример Это моя знакомая Для которой это была первая В принципе Какая-то работа с киногримом Она до этого просто занималась Всякой вот этой вещью Но она тоже очень хорошо справилась Лиза большая молодец Это ее, как я потом узнал По-моему, третий игровой фильм Большой, краткометражный И она справилась очень удивительно Она все выдержала Ничего не жалуюсь Просто большая молодец Хоть и немного долго ставила свет Да ничего Мы изначально очень долго не могли найти художника-постановщика Мы искали его примерно, наверное, полтора месяца Активных поисков Разных и по связям, и по группам всяким Ноль, вообще никак В один момент Ну, эту работу нельзя было делать без художника-постановщика Вообще никак В один момент стало очень грустно Но резко на горизонте появилось аж два художника-постановщика И даже пришлось выбирать Что было немножко, наверное, приятно В сложившейся ситуации Вот, у нас была Кристина, очень приятная девушка Которая просто врывалась в эту работу Все поняла С чего она хотела отказаться А потом она согласилась Великий белый квадрат Она очень легче Нет, а есть параллелку А честно скажите, я легче прикинула Там есть параллелку А что она сделала? Покрасьте ее с белой Вот эту вот часть Да, вот эту белую часть А ты больше не можешь Покрасьте Наташа Если бы не было ее Этого фильма, наверное, в принципе, не получилось Потому что я бы, наверное, не дошел до конца Она просто делала больше, чем она должна была вообще делать В принципе, она и поваром была И вторым режиссером И вообще связителем И продюсером Просто сделала этот фильм И лучше делать фильм о фильме о ней Нежели об этой серой оболочке Возможно, мой фильм кто-нибудь поймет Возможно, мой фильм кому-то понравится Возможно, мой фильм позволит кому-то задуматься Желание больше снимать, чем было до этого, наверное, нет Просто есть какие-то вещи, которые я должен донести до человека Сказать ему Как минимум то, что все не безнадежно И в этом мире столько еще будет Столько еще прекрасного Столько всего доброго И столько любви Только этому нужно дать шанс Знаете, с обычной расъемкой Бьют тарелку А мы разливаем гроб Конечно, очень бы хотелось, чтобы Человек Хоть на мили-секунду Хоть чуть-чуть Задумался Ну или как минимум Не зря бы провел Те минуты, что были на экране Субтитры сделал DimaTorzok